Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Двойное убийство ради наживы. Самарский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве мужчины и женщины, совершенном в июне 2011. Их тела нашли рядом с домом, где случилась трагедия, спустя 10 месяцев. Позже задержали и предполагаемого убийцу. С подробностями из зала суда наш корреспондент. Самарский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Амира Керимова. Молодого человека обвиняют в двойном убийстве в поселке Запонской. Главным подозреваемым в деле о двойном убийстве стал 24-летний уроженец одной из соседних республик Амир Керимов. По данным следствия, молодой человек задушил родную тетку, перед этим застрелив из мелкокалиберного ружья ее сожителя. Затем, чтобы скрыть следы преступления, под угрозой расправы заставил трех знакомых парней закопать тела и залить их цементом. Все произошло в трехэтажном коттедже в поселке Запонской. Свидетелей подозреваемый не выпускал из этого дома целых две недели. Угрожая убийством, он их практически принудил совершить сокрытие следов преступления, что они и сделали. В ходе следствия он объясняет, что не имел никакого отношения. В последующем стал признавать, что совершил убийство сожителя своей тетки и отрицал причастность к убийству тетки. Свидетели все подтвердили, также сказали, слышали, как Керимов душил родственницу. На протяжении всего процесса обвиняемый с полным безразличием выслушал показания и вел себя вызывающе. Потерпевшие расценивают его поведение как способ уйти от ответственности. Придуряется, конечно, чужого. Конечно, косит под дурака, чтобы как бы избежать ответственности. Вам я доверяю, а вот им я не доверяю. Вот кто на меня сейчас снимает. Они бы пришли ко мне в ФКУ, я бы им много чего интересного рассказал. И показал бы. У меня документы есть. Дочь убитого Александра Посконова в недоумении. Говорит, на скамье подсудимых должны сидеть все четверо. Есть подозрение, что преступление было спланировано заранее. По версии родственников, причиной мог стать именно дом, который принадлежал убитой Наталье Шибаровой. Более того, погибшие трое свидетелей и подозреваемые проживали там же. Внимание к себе привлекли, когда хотели продать коттедж. Меня возмущает одно то, что не привлекли к ответственности всех. Почему они в течение 10 месяцев об этом не могли рассказать? Марина Посконова и ее семья до сих пор не могут поверить в случившееся. Теперь остается лишь смириться и рассчитывать на справедливость суда. И внучка спрашивает. Моя дочь, где дедушка. Мы ей уже, конечно, показали, где он сейчас находится. Мы приходим к нему постоянно. Просто уже я отца больше никогда не увижу. А он давал мне очень большую поддержку. Первое слушание по делу длилось более трех часов. Очередное заседание суда назначено на 25 января. Наша телекомпания будет следить за ходом процесса. Павел Баймаков, Валерий Шаронин. ГИС События. Уже два случая падения сосулек на этой неделе. Во вторник на улице Некрасовская на 20-летнего парня упала сосулька с крыши 4-этажного дома. Удар пришелся по руке. Молодого человека госпитализировали. В понедельник, 21 января, с 4-этажки на Московском шоссе сосулька упала на голову 26-летней женщине. Как сообщают на станции скорой помощи, пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой. У злополучного дома наша съемочная группа обнаружила ледяные глыбы, правда, на земле. И несколько тонких сосулек на крыше. Буквально на днях, рассказывают жильцы, приезжала бригада. Все огородили и устранили опасность. Но сосульки появляются не только на крыше. На балконах многоэтажек регулярно вырастают ледяные сталактиты. По закону убирать их должны жители домов собственными силами. Я вот, например, сбиваю. У меня вот на подоконнике когда висит, то есть я могу это сам сделать. Я это сделаю, но иногда бывает так, что... Ну, старые люди, они могут не выходить на балкон. Мы снимаем, снимаем все. Сами чистим балкон, всегда чистим. Сосульки, это уже ЖКО снимаем. А вообще регулярно стищают сосульки сотрудники ЖКО? Ну вот, да. Да, да, они уже второй раз стищают у нас. По данным коммунальных служб, за четыре дня очистили почти полторы тысячи кровель. В Самаре ежедневно работают почти 160 бригад. Самые опасные крыши со скатами. Таких в Самаре более семи тысяч. Их от наледей и снега очищают в первую очередь. Глава Самары Дмитрий Азаров поручил усилить работу по очистке кровель и пешеходных зон. Самарцы учатся держать равновесие. Чтобы устоять на льду, приходится приложить немало усилий. Во дворах ситуация разная. Где-то дорожки расчищены почти до асфальта, где-то покрыты толстым слоем льда. Невозможно. Скользко. Падаем, ломаем руки, ноги. Управляющая компания. Деньги платят. А, к сожалению, в ответ положительного ничего не имеем. Даже не чистят. Трудно ходить. Если внутри двора и на прилегающей к дому территории не убирает снег и не ликвидирует лед, нужно жаловаться в управляющую компанию. За уборку внутриквартальных дорог в ответе городские службы. Сейчас в Самаре очищено около 80% территории в лидерах промышленной и куйбышевской районы. Остальные отстают от графика. Глава города Дмитрий Азаров поручил усилить работу. Как идет уборка территории, проверит первый заместитель главы города Юрий Риммер. Юрий Риммер, я что попрошу. Сейчас ваши личные объезды по утрам, пожалуйста, сделайте. Именно по внутриквартальному состоянию внутриквартальных проездов и дорог. Значит, побывайте в разных районах. И там, где с отчетностью все красиво. И там, где по тем данным, которые предоставлены в департамент, отстающие. Значит, разберите ситуацию с приглашением управляющей компании, глав районов и так далее. Коллеги, утренние объезды – наша святая обязанность. Ежедневно в Самаре почти 160 бригад убирают снег и налить с крыш. В городе более 7 тысяч скатных кровель. Пока очистили только каждую третью опасную крышу. Там, где управляющие компании не справляются со своими обязанностями, глава Самары поручил привлекать жилищную инспекцию и прокуратуру. Штраф за невовремя очищенную крышу составляет до 50 тысяч рублей. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, ГИС События. Владельца фабрики кухни заставит оформить охранные обязательства. Прокуратура Москвы встала на защиту уникальной постройки. Сейчас здание находится в запущенном состоянии. Требования областной прокуратуры привести его в порядок владелец не выполнил. Тогда защитники объекта культурного наследия обратились в прокуратуру Москвы. Напомню, бывшая фабрика кухни завода имени Масленникова, построенная по проекту архитектора Екатерины Максимовой в 1932 году в форме серпа и молота, считается одним из шедевров русского конструктивизма. Любовь к животным, доведенная до фанатизма, обернулась большой проблемой для жителей 158-го дома по улице Революционная. Одна из жильцов пятиэтажки содержит более 20 собак в квартире. И теперь стойкий запах и непрекращающийся лай стали неотъемлемой частью жизни проживающих рядом. В ситуации разбирался наш корреспондент. Своим ароматом дом 158 по улице Революционной известен на всю округу. Сейчас зима и зловонный запах еле слышен, но стоит лишь приоткрыть подъездную дверь, и он буквально сбивает с ног. Женщина, что живет за этими разбитыми окнами, держит в однокомнатной хрущевке около 20 собак. Но такую любовь к животным совсем не разделяют соседи. По рассказам соседей, женщина поселилась здесь два года назад. С тех пор ее практически не видно, живет затворницей. Примерно раз в месяц ей привозят собачий корм в огромных мешках. Вот так мы и живем каждый день. Днем и ночью идет этот лай. Днем и ночью вот эта вонь, смрад, от которого режут глаза. Потому что они там и гадят, и все, не выходя на улицу. Там уже прогнил пол, говорят. Любовь к животным заразна, грустно смеются соседи. На втором этаже квартира с кошками, 21 хвост. Их хозяйка с нашей съемочной группой общаться отказалась. А на третьем 10 кошек и две собаки. Окна в подъезде все время открыты, но свежести это не добавляет. А вот холода в квартиры сколько угодно. Пенсионерка Лидия Лискевич даже спать ложится в теплой одежде. Ужасно, ужасно. Просто пропадаем, пропадаем. Мы уже давно это боремся. Она собак привязывала к батарее, она у нее прохудилась. В общем, там сварку надо делать. Она не пускает слесарей. Жители обращались во все возможные инстанции, даже подавали в суд на соседку. Но животные так и продолжают размножаться, буквально выживая людей. Там кутят, то и дело пища. Там идет, там это бесконечно будет, понимаете. Вот. Они говорят, сколько хотим, столько и держим. Мы задыхаемся, нам жизни нет. Очевидно, что содержание животных в таком количестве нарушает права соседей и все санитарные нормы. Потому специалисты советуют обратиться в Роспотребнадзор. Но у Потребнадзора возможности сегодня в этой ситуации крайне ограничены. Для того, чтобы можно было реально влиять на подобную ситуацию в городе, в каждом городе, в каждом сельском населенном пункте, необходимо принять правила содержания домашних животных. Только после этого появятся какие-то реальные правовые рычаги для того, чтобы урегулировать такую ситуацию. Ограничить поголовье домашних кошек и собак сейчас планируют в Госдуме. Даже подготовили законопроект, чтобы привязать количество животных в квартирах к квадратным метрам. К слову, 10 лет назад такой законопроект отклонили. Возможно, некоторых хозяев хватит удар. Только депутаты намерены обеспечить всем четвероногим достойную жилплощадь, а двуногим – спокойную жизнь. Марина Матвеевшина, Мурат Гасанов, ГИС События. Федеральное министерство образования и науки предложило исключать детей из школы за пьянство и уже опубликовало соответствующий документ. Дети в возрасте до 15 лет за свое место за партой могут не волноваться. Их отчислять приказ запрещает. Что касается остальных, то поводом к отчислению может стать грубый дисциплинарный проступок. Насколько остро стоит в России проблема детского алкоголизма, рассуждают специалисты и вчерашние школьники. Пришел на урок под шафе, отстал от программы, нахамил учителю. Все это может стать поводом для отчисления школы. Аналитики и эксперты относятся к инициативе по-разному. Одни ссылаются на закон, малообразование должно быть доступно даже самому отвязному хулигану. Другие голосуют за ужесточение. Но учет в областной наркодиспансер продолжают ставить подростков. В минувшем году их было шестеро. Если есть такие подростки, то значит она проблема что? И существует. Но в основном, как правило, это дети из неблагополучных семей. К наркологам попадают единицы. Употребляют алкоголь тысячи. Вчерашние школьники, а ныне студенты, не скрывают. Современные подростки пьют. После уроков, а иногда и вместо. Пьют, конечно, сейчас просто поколение такое прошло. Но около школы собираются. Всякие эти коктейли алкогольные и так далее. Начинают с них. Какие-то съемные квартиры, где-то какие-то дворы, где нет никого. Там собираются группами. Выпивают. Употребляют, возможно, легкие наркотики. И прочее. Россия по-прежнему входит в пятерку самых пьющих стран в мире. Причем предпочтение отдается крепкому спиртному. Российская Федерация – это 15,7, ну почти 16 литров. Впереди нас Молдавия, Чехия и Венгрия. Парламентарии принимают один закон за другим. Пиво официально отнесли к алкоголю. Запретили продажу напитков с градусом в ночное время. Сейчас планируют распространить запрет на торговлю в выходные. Но, несмотря на все усилия, борьба с пьянством в России все равно, что с ветряными мельницами. Мария Иваткина, Станислав Левин. ГИС. События. Чуть более 7 тысяч рублей в месяц уже выплачивают семьям за третьего и последующего ребенка, которые родились после 31 декабря 2012 года. Новая региональная доплата положена многодетным семьям, постоянно проживающим в Самарской области, и выплачивается, пока ребенку не исполнится три года. В январе в губернии родилось 188 малышей, которые стали третьими и последующими детьми в семье. Пока только три десятка родителей написали заявление, чтобы получить доплату. При начислении впервые учитывается средний душевой доход семьи. Его можно рассчитать, сложив все – зарплаты, пенсии, детские пособия – и разделив эту сумму на всех членов семьи. В Самарской области этот показатель спрогнозировано в размере 24 тысяч 30 рублей. Если на каждого члена семьи приходится менее этой суммы, то эта семья имеет право на пособие, то, о котором мы сегодня говорим, на третьих и последующих детей. Мы ждем с нетерпением в органах социальной защиты населения с заявлением на получение пособия на третьего ребенка. Заполнить заявление можно и через интернет. Электронный бланк есть на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики. Там же список необходимых документов. Начисление пособия начинается с того месяца, когда написали заявление. Около сотни катков этой зимой залили в областной столице. Рекордное количество ледовых площадок появилось в Самарских дворах. В некоторых районах заливают и чистят лед сами жители. Как говорится, любишь кататься, люби и снежок убирать. Жители 232-го дома по улице Новосадовой за состоянием своего катка следят очень ответственно. Инвентарь у местных активистов всегда на готове. Кириллу всего девять. Даже в столь юном возрасте начинающий спортсмен понимает, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Каждый вечер с коньками и лопатный перевес отправляется на местную ледовую арену. Тут я каждый вечер приносит лопаты и мы чистим, а потом в хоккей там. Сегодня я тоже чистил. Мне это нравится, другие не знаю. Мне это приятно. Собственный каток как бы чистить сам надо. Ледяная колда в этом дворе появилась осенью прошлого года в рамках программы «Двор, в котором мы живем» совместными усилиями активных жителей и городской администрации. Теперь на каток каждый вечер приходят десятки гостей со всего района. По выходным с музыкой устраивают праздники и спортивные эстафеты. Местным жителям не жалко. Приглашают на лед всех желающих. Каток действительно работает на все 100%. Веселые старты провели. Столько было много всяких эстафет. Нужно смотреть и видеть, как это все происходит. Дети все очень довольны. Они рады, что у нас есть такой каток. И мы также всех приглашаем на наш каток. Теперь местные активисты планируют построить на катке теплую раздевалку. Впрочем, не откажутся и от спонсорской помощи. Пока же греются с помощью коньков и упражнений с лопатой. Чтобы дети могли и подойти где-то раздеться, оставить свои вещи. Вот у нас всего две скамейки. И дети приходят, сидят прямо в сугробах. Вот это вот наша, конечно, просьба и желание. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. ГИС События. Художники по ткани с помощью свеч создают яркие картины. Выставка «Батика» открылась в кинотеатре художественный. Горячий, холодный, натуральный и синтетический. Чем интересен «Батик» расскажет Марина Кравцова. Зима и осень, шелк и хлопок. С этим искусством можно не расставаться. Под рукой мастера обычная рубашка, платье или шарф становится художественным полотном. Можно укутаться в живопись с ног до головы, а можно любоваться расписными тканями в рамках на стене. «Батик» рисунки на ткани удивляют человечество уже больше двух тысяч лет. В России это азиатское искусство появилось сравнительно недавно, в начале 20 века. Горячий, холодный, узелковый методов раскрасить полотно множество. Впрочем, и техника эта не так проста. Творческую часть росписи венчает длительное запаривание ткани, которое делает рисунок несмываемым. Это весьма увлекательно и необычно, говорит художница Наталья Ишутина. Меня завораживает пластика ткани. Дело в том, что в тот момент, когда происходит запаривание, меняется структура ткани. И из рыхлой ткани ткань становится более плотной, более гладкой. Я до сих пор не понимаю, как это происходит. Расписывать можно практически любую ткань, от дорогого шелка до синтетики. Наталья работает в основном с натуральными хлопком, карабдышином, туальем. Сюжет ее батиков – русские былины и сказки. На создание одного полотна уходит от пары часов до нескольких недель. До 3 февраля яркие работы Натальи и ее учеников можно увидеть в фойе кинотеатра художественной на выставке «Арт наив». Марина Кравцова, Мурат Гасанов, ГИС «События». На этом наш выпуск завершен. Всего доброго!